Но сложно себе представить, что эти санкции запада коснутся простых граждан, потому что, как показывает статистика, ежегодно из России выезжает порядка 15 миллионов людей. Они становятся туристами и уезжают, в том числе и в страны Европы. Все прекрасно знают, как русские любят оставлять свои деньги на европейских курортах, будь это Куршавель или Лазорный берег или любые другие пляжи Греции или Испании. В той же самой Швейцарии, например, горнолыжный туризм, он примерно составляет 15% от общего, значит, от ВВП, одним словом. И можно себе представить, что если эти туристы, например, перестанут ездить и приносить в казну этих стран, условно говоря, делать свой посильный вклад. И не надо забывать о том, что еще есть достаточно большое количество наших граждан, которые ездят за рубеж на лечение, на обучение и по каким-то другим своим нуждам. И они тоже тратят там свои кровные заработанные деньги, вкладывая в бюджет этих европейских стран. Поэтому сложно себе представить, тем более, что на самом деле санкции политические. Далеко не все жители нашей страны разделяют эти политические шаги, за которые, собственно, эти санкции и последовали. Поэтому было бы, мне кажется, очень таким странным шагом лишать возможности выезжать за рубеж простых граждан. Поэтому, мне кажется, эти санкции не зайдут так далеко и глубоко. Продолжение следует...